Всем салют! Сегодня у нас начался ивент механическое разрушение, как бы новый ивент, да, в плане механики, но по факту это обычный тетрис, вот, награды у нас за этапы здесь, скажем так, не фонтан, то есть, ну, это вторжение машин, да, переделали механику игры, да, вместо того, чтобы стрелять по машине, да, мы теперь собираем тетрис, а награды остались те же. Вот, пробный режим, все, лево-право, да, все просто, как бы, ну, я думаю, ни у кого не возникнет сложностей с тетрисом, хотя, я думаю, ни у кого не было сложностей из, как его зовут, со стреляем в машинке, да, то есть, как бы, я не знаю, для чего это сделали, изменения, ну, такие вот у нас изменения в игре произошли. Возможно, кому-то, конечно, понравится, так сказать, ностальгия, поиграть в тетрис, но, к сожалению, в плане улучшения игры, да, что-то нового, ну, забыли добавить. В общем, как-то так. Играем. И получаем удовольствие от игры, да, то есть, ну, призы, конечно, непонятно, что с призами, потому что, ну, я понимаю, машину нужно качать, но, ну, просто эти шестеренки, их там нужно очень большое количество, нам предлагают, ну, то есть, там, где мы можем бесплатно дойти, да, ну, то есть, максимум, вот, по 500 собрать. Потому что до 13 этапа там уже я не пробовал, ну, в тетрис играть далеко пройдем или нет, и, как бы, пока этот самый, ну, и сильно сомневаюсь, что можно будет подняться там выше 13 этапа, не покупая хотя бы один пакет. Так что это все на любителя. Еще из-за изменений, которые, вот, я заметил, может, тут просто раньше не обращал, да, то есть, нам добавили такие вот интересные вещи в пустом канале, да, вот, автопополнение. Соответственно, если вы кого-то ударили и вы играете через два сета, да, на лидерку, соответственно, у вас падает лидерка, то теперь вам не нужно снимать героя, убирать, ну, как это было раньше, да, то есть, и, возможно, пока вы это все будете делать, сет манипуляций, кто-то садится на шахту, если вы ведете войну за высокую шахту, к примеру, или же вы ударили, у вас, как бы, вы победили, у вас один сет на лидерку, но у вас там полный лазарет, и вам нужно полечиться, неполные стеки, опять тоже нужно выходить, заходить заново, то теперь просто нажали кнопочку, поставили, вышли, заходите, все, стеки полные. То же самое есть теперь и в пустом канале, и в подземелье, да, вот, сведения об отряде, вот, ну, здесь, здесь еще добавили и возможность лидеру, да, передавать другому игроку лидерство, да, то есть, тут сейчас, не я лидер в этой шахте, но вот такой значок, вот, как у Честера, да, соответственно, у него просвечивается, вот здесь, с правой стороны, у каждого игрока, да, такой значок, и он, если ему нужно уйти, да, теперь, если вы занимаете шахту, но вам нужно забрать герой, вы, например, хотите полететь в экспу, или кого-то крепить, или, ну, разные ситуации бывают, да, соответственно, чтобы не искать, как часто бывает в чате, кто займет шахту, кто пересядет, и тому подобные вещи, или же, например, вы заняли шахту для своего топ-игрока, к вам подсели люди, топ-игрок пришел, да, садится к вам в шахту, вы передаете ему лидерство, соответственно, он ее защищает, и вам не нужно выгонять всех людей, которые здесь сидят, собирают, да, потому что многие могут сесть и выйти из игры, а вы их выгнали, чтобы отдать более сильному игроку, и, соответственно, выгоняете этих людей, тоже такая удобная вещь, плюс точно так же добавили и возможность возможность пополнения, да, вот это пополнение, точно так же, как и в пустом канале, то есть атакуете, если у вас стеки не полные, нажали кнопочку, стеки пополнились, это такой вот удобный момент, давно это надо было сделать, единственное, что нужно это сделать еще на пыли, на руде, и, соответственно, будет все нормально, то есть, потому что пыль с этим посложнее, да, часто бывает, вы сидите на пыли, собираете в четверг, ой, в четверг, прошу прощения, в воскресенье, в экспедицию, и вам приходит отчет, что вас атаковали, да, вы выиграли, к примеру, но пока вы заходите в игру, пока пытаетесь там убрать героя, соперник может вас ударить еще два раза, три раза, да, то есть избить, такие случаи тоже бывают, если соперник более-менее равный, да, он вас бьет, проигрывает, второй раз он может подбирать героя по стихиям, или же просто бьет второй раз, избивает вас, так как у вас уже ну, войска ополовинены, соответственно, вы слабее становитесь, то есть автопополнение там бы тоже очень пригодилось, ну, и на руде тоже самое, вот, ну, пока это в процессе, говорим, разработчикам просим, надеюсь, они это сделают, на этом все, всем спасибо! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...